Такая красивая, прекрасная история. Почтить память Фиделя Кастро вопреки его воле. В завещании кубинского лидера говорится, что никакие объекты не должны быть названы его именем. И на родине последнюю просьбу команданте выполняют беспрекословно. Но в аннексированном Крыму считают это большой несправедливостью. В минувшие выходные на набережной в селе Оленевка открылся памятник покойному революционеру. На церемонии присутствовал вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Дмитрий Полонский. Разумеется, с портретом соратника Кастро Эрнесто Чагевары на майке. Ну, во-первых, Фидель Кастро, мы уже говорили об этом, это большой друг был Советского Союза, был большой друг России. Во-вторых, вы знаете, что на Кубе действительно принят закон, который после смерти Фиделя запретил, это была такая воля Фиделя, называть какие-либо объекты его именем. Но нам кажется, что все-таки это несправедливо, когда великий, вот просто без преувеличения политический деятель, никаким образом не будет увековечен. Полонский допустил, что и четырехкилометровую набережную Оленевки можно будет назвать в честь Фиделя Кастро. Местный житель Игорь Загребальный эту идею всецело поддерживает. Четкое, точное название этой набережной – это символ того, что республика Крым, как и Куба, борец за свободу. И мы победим. Открытие памятника было приурочено к завершению спортивного фестиваля «Экстрим Крым-2017». Монумент, оборудованный лавкой, быстро стал местом для дружеских посиделок. Одобрил бы такую инициативу сам кубинский революционер, остается только догадываться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова